Здравствуйте! Я Анна Леонтьева. В эфире программа «Преодоление». Программа о том, как взаимная поддержка и доверие к Богу помогают семьям преодолеть трудности и прийти к счастью. Сегодня мы в гостях у Валентины и Михаила Михайловых. В семье Михайловых девять детей, из них трое приемных. Так получилось, что шестой ребенок Ангелина родился синдромом Дауна. Родители очень быстро поняли, что солнечный ребенок – это никакое не наказание. А большая радость. Трое приемных детей в этой семье – тоже особенные дети. Давайте сегодня поговорим об этой непростой дороге к счастью. Здравствуйте, дорогие Валентина и Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего ваша огромная семья начиналась? Как пришли к вере? Как пришли к мысли, что вот у вас будет так много детей? Наша семья началась еще с институтских времен. Так получилось, что мы с Валентиной учились в одной группе в институте, институт связи. Мало того, что мы оказались в одной группе, наши фамилии были в порядке… Списки. Списки. Друг за другом. Друг за другом. Так как у нас вуз технический, у нас помимо практических занятий, лекций, были еще так называемые лабораторные работы, по-моему, очень многим предметам. И мы оказались, что лабораторные работы по списку должны были делать вместе. Ну вот, таким образом… С первого сентября… Это очень явная подсказка, я считаю. Да. Так даже нечестно. Да, поэтому нам ничего не оставалось, как более близко друг к другу познакомиться. Ничего не оставалось. И да, и на четвертом курсе мы уже поженились. Да. Заканчивали уже защиту диплома. Я была беременна первым нашим ребенком Анастасией. Ну вот, инженером связи и телевидения, и радиовещения я не стала. Вернее, стала, но не работала. А вы, Валентин, начинали сразу как мама, да? Или… Да, получилось, хотя не планировали. Были далеко идущие планы. Я себя видела… Я вот очень понимаю, да. Бизнес-вумен. Как раз такие времена – это как раз стык времен. 95-96-е года, так все непросто, ну и хотелось что-то большого. Ну, на самом деле, весь как раз расцвет, когда началась эта коммерция, мы пропустили. Да, мне всегда нравилось все делать, ну как бы основательно и хорошо. И действительно, с Настей мы с нашей, с первым ребенком. Все эксперименты, да? Эксперименты. Это было по полной программе. Мы с ней обошли практически все детские театры. Все спектакли, что были… Это раннее плавание, это закаливание. Это чтение по Доману. Как раз это только вот карточки эти Домана. И действительно, вы знаете, работало абсолютно все. Все, что вот… Ей даже ставили такой диагноз – гениальность. Да, потому что… То есть она была очень радостным ребенком. То есть вот она пошла заниматься легкоатлетикой, и через несколько месяцев стала уже чемпионкой Москвы в своей молодости. Да, то есть вот как-то все ей легко давало, и настолько она была развитая. В принципе, через нее вот как бы мы пришли в храм, стали воцерковляться. Потому что именно в три года она спросила, а что дальше после смерти? Мы не задумывались над этим вопросом. Мы просто жили, мы обыкновенные советские люди. Но тем не менее мы повенчались. Мы повенчались сразу, причем на следующий день после росписи. Да, ну… Но в храм мы при этом… Но еще не были в храме, да? Да, это была красота. Не были в храме церковины, да. В храм мы ходили редко, прямо скажем. Да. Вот. Через Анастасию как-то… Опять же, я со своей ответственностью, но надо, значит, ответить ребенку на ее вопросы. Что будет… Да, да. А мы жили в Царицыно, и у нас наш храм – живоносный источник, и при храме библиотека. Ну, я так думаю, ну, схитрю, наберу литературу, ей все прочитаю, и будет все, значит, ей понятно. И когда я взяла эту литературу, эту библию для детей, я открыла и вообще поняла, это был какой-то переворот. То есть вот Господь как-то коснулся, что я этого ничего не знала. Не задумывали, вы представляете? И она попросилась в воскресную школу, перевела ребенка, да, беседа с батюшкой, и все. И вот мы уже стали прихожанами живоносного источника, и стали… Кстати, Анастасия у нас регент. Да, да. Сейчас в храме, да. Да, это она по этой части. Поэтому она самая, наверное, из нас настоящая, так скажем. Да. Стойкая, православная. Ну вот Анастасия, она нас ругает. У нас не получается, например, на всеночную. Опять не были. Вы понимаете, то есть не я там ей руковожу, а она уже как-то, ну, без упрека, но все равно. Ей, наверное, горько от того, что мы когда-то не пошли, когда-то вот на службу пропустили, что-то какие-то… Мы можем найти какие-то оправдания себе. А вот Анастасия у нас более… Простите, но я не могу удержаться от вопроса, потому что я вас слушаю, и мне очень хочется спросить, как? Как вы этого достигли, что подростки просто… Мы специально ничего не делали. Это не мы, это вот… Ну, Господь, ну, по-другому это никак не скажешь. Мы ничего не делали. Может быть, они… Ну, мы вели правильную жизнь в субботу. Ну, мы старались, мы по мере сил, но все равно это же… Поэтому, возможно, смотря на нас, они как-то это тоже воспринимали. Это было непросто. Как должное. Мы в маленькой квартире все это время жили с бабушкой, и именно какое-то было противостояние. Мама моя была категорически против вообще нашего этого пути, выбора. Хотя сама из многодетной семьи. Ну, наверное, вот это вот… Седьмой ребенок она. Да, ей было… Тяжело. Тем более, что из многодетной семьи. Она знала, как это тяжело. В деревне, видимо, ей жилось не сладко. Поэтому она категорически была против всех. Ну, естественно, она потом смирялась со всем этим делом. Но… Ну, к сожалению, нам всегда… Каждый раз узнавая о новой беременности, мы как, знаете, студенты там… Пытались спрятать это вот до конца, потому что… С нами не разговаривали. С нами не разговаривали, да. Плоть до такого. Что опять, что опять. Настал момент, когда вы родили шестого ребенка, когда родилась Ангелина, да, ваш солнечный ребенок. Шок был и у вас. Вот как это было? Какие были чувства? Дело в следующем. У меня резус-конфликт. Мне вообще нельзя рожать. Но какая-то вот, не знаю, уверенность, не знаю, наверное, помощь вот просто Пресвятой Богородицы. Все всегда было хорошо. Но я никогда… Естественно, ни какие-то скрининги, ничего вот этого не делалось. Потому что, попадая в эту систему, первое, что я слышала, это аборт. Всегда. Что вы делаете… Начиная с третьего ребенка, я постоянно благодаря делась. Да, да. Просто такой прессинг – это тяжело, правда. Приходишь, когда к специалисту, хочется поддержки, помощи. А когда ты опять слышишь, что же вы наделали, и так же с Ангелиной. Никаких скринингов, ничего. Поэтому рождение вот этого солнечного ребенка, конечно, это, честно, был шок. Я рожаю вот в Центре планирования семьи, так как у меня диагноз, да, рез конфликта. Рождается Ангелина раньше срока. Ее забирают. Я слышу шушукань. Я спрашиваю, кто у меня, девочка или мальчик? На меня не обращать внимания. И я только слышу вот это состояние по углам – даун, даун, даун. Я не понимаю, что происходит. Я пытаюсь спросить, что, что, кто. Все, я не существую. Они там быстрей-быстрей и уносят ее. Со скорбным лицом подходят и говорят, вы понимаете, у нас подозрение, что у вас родился ребенок с синдромом Дауна. И я говорю, а что, как, чего? А вот ничего. И все. Вот занавес. И я вот одна, на один с этой информацией. Что, как, что дальше? Почему, естественно, этот вопрос? Мы же вроде такие замечательные. И как вообще с этим жить? Никогда детей и людей с синдромом мы не видели. Мы не встречали наши жизни, не попадались. Не было, да. Тоскудная информация из учебника биологии – это какой-то страшный, какой-то непонятный человек. Единственный врач, которая подошла ко мне, знаете, потихонечку какую-то тайну. Не переживайте. Это замечательные дети. Есть великолепный фонд «Центр Даунсайд Ап», который занимается реабилитацией, развитием этих детей. У вас все будет хорошо. Знаете, это действительно такой лучик, ниточка, за которой хочется зацепиться. И что действительно, конечно, в первый момент мир рухнул. Потому что вот эта неизвестность, непонятность. И вот этот вопрос – а что дальше? А что дальше? А как я буду? А что? Михаил, а можно вас спросить, как вы к этому отнеслись? Вы знаете, я абсолютно спокойно отнесся. Я как раз был на рабочем месте за компьютером, когда Валентина мне позвонила, сообщила. Я тут же порез в интернет, почитал. Да нормально. То есть я уже через полчаса был абсолютно спокоен. То есть я знал, что, ну да, ребенок с особенностями. Я уже потом звонил Валентине, успокаивал. Она, конечно, как мама, очень переживала. Ну и как любая женщина, они более эмоциональны в этом плане. Ну, все. Вот она тоже достаточно быстро успокоилась, приняла это. Ну и мы стали дальше жить. Вот старшие дети, опять же… Они тоже хорошо. Опять же, этот интернет наш чудесный, информация. Вот чего нам не хватает. Они тоже так же залезли и сказали, мама, вообще все хорошо, не переживай. Все замечательно. То есть интернет не только зло, но и добро. Да, да, конечно. Ну так же. Я просто, Михаила, еще хотела спросить, что вот вы сказали, успокаивали. Вот какие слова, какие идеи? Как вы успокаивали жену? Просто некоторые же даже не знают, что сказать. Ну, во-первых, я говорил, что это не психическое заболевание. То есть это просто особенности развития. Да, есть небольшая задержка развития. Вот. Есть особенности в поведении. Но ничего серьезного и каких-то особых проблем в жизни, в нашей и в своей, у ребенка не будет. Вот. Поэтому вот такими словами я ее успокаивал. Ну, самое главное, что он сказал, что он нас любит. Что мы всегда, мы семья, и мы это преодолеем. Я приму любого, любого ребенка. Валентина почему-то боялась, что я могу бросить. Мне почему-то даже такая мысль возникла. Ну, это очень часто происходит, когда отец сходит с дистанции. Да, да. И она вот у меня несколько раз спрашивала, ну, ты правда нас не оставишь? Я говорю, ну, а что ты вообще взяла? Почему такие мысли? Ну, вот, говорит, часто родители, ну, мужья, когда у них рождаются дети с какими-то особенностями развития, не оставляют семью, не справляются с ситуацией, ну, я говорю, ну, это не мой случай. До двух лет Ангелина была абсолютно обычным ребенком, то есть пока не началось такое... Речь. Речь, да. Пока не началась, да. Как бы это действительно слабое место. То есть вообще не было даже заметно ни окружающим, никому, что это ребенок с особенностями. Только специалист мог определить. Ну, когда, естественно, она уже стала подрастать, уже было заметно, ну, стало заметно отставание в развитии, ну, и особенности внешнего вида. Ну, и вот. То есть семья вся, дети, мама приняла ребенка хорошо? В том числе и мама, которая переживала каждый раз, когда вы снова беременны. Мама, к сожалению, очень тяжело. Мама очень тяжело. Пришла, когда бабушка Мишина маму нас поздравить. Была первая фраза. Ну, не зря же говорят, что в семье не без урода. Ну, наверное, она хотела что-то доброе сказать. Понимаете? Преободрила ты. Преободрила. Народную мудрость. Ну, хотя такое тоже немножечко отступление. Когда Миша меня привел знакомиться, свекровь, она очень маленькая и худенькая у меня, 48 килограмм. Он действительно такой божий одуванчик. Она меня увидев, она сказала, Миша, ты ее выбрал для улучшения породы. Она тоже это сказала. Да. Мы тоже вот всегда смеемся, вспоминаем. Ну, да, есть такие крылатые фразы. Которые становятся семейными ценностями. Да, да, да. Это вот... Бабушкам было очень тяжело. Моя мама попросила не приезжать на дачу. Потому что это позор. Конечно, для старшего поколения, они жили в другой стране, в других вообще каких-то нормах. То есть прямо позор. Это позор. Она, ну, все, она говорит, все, я буду помогать там, там, с ней посидеть где-то что-то, но, пожалуйста, на дачу не приезжать. Не показывает. Не показывает, чтобы никто не знал, что вот особенности. Но потом произошел какой-то процесс, да, как-то все-таки применение. Время, конечно. Время все лечит. Конечно, она увидит, что все с ее точки зрения благополучно. Ничего такого особенного действительно нет. Страшного, что она могла там себе надумать. Поэтому, конечно, она ее приняла в итоге. Валентин, а вот вы говорите, что врачи каждый раз, когда вы беременели, после третьего, да, предлагали делать аборт, потому что у вас резус. Да, несовместимость. Вот у Михаила положительный резус, а у меня отрицательный соответственно. Как вы решались на все это? И почему все хорошо получалось? Знаете, ну, было полное доверие Богу, если Господь дает ребенка. И, значит, все вот по замыслу. Вот так оно и будет. Вот это и должно быть. Наверное, в этот период больше молишься, тем более как-то такое духовное состояние абсолютно другое. То есть ты уже себе не принадлежишь, ты полностью настроен на формирование этого будущего человечка. И ты уже за себя не отвечаешь. Ты вот молишься, ты должен разговаривать, ты внутренне должен спокойно дойти, чтобы ребенок родился. Это очень важно. И будет так, как надо. Именно не как я хочу, а будет так, как надо. Я же человек грамотный. Я читаю, я смотрю последствия, какие могут быть. Но все равно, говорю, более, наверное, духовный как-то этот момент. Просто упование на Господа, на Пресвятую Богородицу. Вот только это. Господи, ты дал ребенка. Вот эта молитва матери беременной, она просто великолепна. Там, наверное, так четко все изложено. Наше всечаяние, упование на Бога. В этот период я больше всего молилась. И тоже хочется отметить мое, наверное, какое-то внутреннее взросление, что первые роды – это боль, страх, это что-то такое побыстрее, чтобы закончилось. А когда вот уже последующие, четвертые, пятые роды, что с каждой схваткой, с каждым вот этим мгновением я приближаюсь к встрече с моим малышом. Это по-другому. Вы уже знаете, что это чудо. Это чудо, да. И это не то, что там побыстрее отмучиться, а именно что я приближаю эту встречу. Как изменилась жизнь семьи, когда появилась Ангелина? Что-то поменялось? Нет, ничего не поменялось. Все так же. Появилась Ангелина, она также включилась в этот наш круговорот событий. Да, больше Ангелине нужна была реабилитация, потому что особенность этих детей – они больше спят, более спокойные, более вялые. У них понижен тонус. Их просто необходимо расшевелить. То есть это вот важно на всех стадиях. Но больше приходилось, наоборот, всем подключаться, чтобы мы Ангелину вовлекали, социализировали. Вот это было больше. То есть можно так сказать, что Ангелина даже сплотила немножко семью? Конечно, конечно. Ну да, да, да. Вот семья, она у нас существует именно потому, что все как звенья одной цепи. Это вот механизм, который… Ну нельзя сказать, нет, вот я сегодня не буду это делать. Ну вот у нас так. Возможно, старшие дети были более такими покладистыми, чем обычные дети. То есть на них не приходилось тратить много времени. Ну то есть если мы говорим, надо сделать это, это, это. То есть было больше времени Валентина заниматься Ангелиной. Надо каждого запустить на свою орбиту. И он самодостаточен, он именно вращается, но он живет в том числе и с нами, выполняя свою там долю обязанностей, вручений, которые необходимо сделать. Как и кому пришло решение о принятии в семью опеки над такими же девочками с синдромом Дауна? Ну, естественно, пришло Валентине. Вот, потому что она в основном этим занималась, она видела, сталкивалась, опять же, и в том же интернете, что происходит с такими детьми, от которых отказываются в итоге родители. К сожалению, огромный процент детей сразу при рождении от них отказываются родители. Очень часто действует вот третья, так называемая, третья сила. Это общественное мнение. Да, да, да. То есть у нас вот есть наша Лиза, там родители четко сказали, почему они отказались. Им было важно общественное мнение. Вот. То есть, насколько мы поняли, там родственники занимали какое-то положение в городе, и они настояли, чтобы у них, они боялись, что у них могут быть какие-то про них кривотолки, разговоры, и они настоялись, чтобы их дети свою дочь вот оставили в роддоме. Это была первая девочка, которая после Ангелины выводила. То есть мы отучились с Мишей в школе. В школе приемных родителей мы собрали весь пакет документов и стали уже посмотреть. В базе нашли Лизу нашу. Как дети отнеслись к этому решению? Нет, они... Хорошо приняли абсолютно. Во-первых, когда принимаешь ребенка в семью, нужно согласие детей. Да, то есть старше дети, старше 40 лет, они подписывали... Старше 10 лет. А, 10, да. 10, да. Они пишут согласие, и это действительно такое взвешенное решение. Мы все это обсудили. Мы понимали, что это ответственность. Еще такой момент, опять же, жилищный. Все, мы очень хотели... Вы жили тогда в квартире. Мы все жили в той двухкомнатной квартире. Да, это у нас камень преткновения. И никакая опека не разрешит взять ребенка в такую маленькую квартиру. И выясняется, что возможно взять ребенка в съемную квартиру. Этот вопрос никогда вообще не рассматривался. Сдавать свою эту квартиру, а переехать в большую. Мы когда это стали дело выяснять, мы очень горько пожалели о том, что раньше это не делали. Что мы давно этот шаг не сделали. Мы так долго мучились. А вот история Лизы, какая она? Лизоньку случайно. Просто случайно. В бане... Просто вы смотрели... Да, да. Крошка такая миленькая. Миш, как тебе нравится? Да, нравится. Давай. Собрали документы. Есть тоже замечательный фонд «Изменяет одну жизнь». И они нам помогли бесплатные билеты в Симферополь и обратно. Опять же, они нам нашли семью, которая нас приняла на время, пока мы там, пребывание в Симферополе, пока оформлялись документы на Лизу. Мы пришли в детский дом, мы заплакали, увидев нашу Лизу, потому что в свои два года она была крохой, она очень... Я не знаю, ее на руках нам вынесли, она ничего не умела. Она только сидела в этом манежике, раскачивалась. Да, да. Это было очень грустно. Так поздно, да. Да, да, очень. Когда мы ее привезли, мы ее не могли накормить. Потому что, когда заканчивался этот творожок, она начинала рыдать. Потому что это осознание, что порция твоя закончится, она просто горько рыдала. Тоже много ей нельзя сразу было давать, большие объемы. Но это вот не для слабонервных. Действительно, когда в наше мирное время ребенок вот не доедает, ну, это вообще... Так, появилась Лиза. А мало было хлопот. Хотелось еще. Как появилась еще девочка? И столько радости, столько света нам принесла, что вот через Лизу еще несколько семей взяли приемных детей. Вот просто увидев ее. Лиза абсолютно никаких нам лишних проблем не доставляла. То есть, действительно, настолько, да, она органично влилась в нашу семью, что, естественно, мы подумали, а почему бы еще не взять? У нас есть силы еще. И еще есть для одного ребенка. Да. Но мы, правда, уже не стали таких экстримов, типа Симферополя. Да, да. Мы решили поискать в Москве. Просто поехали в ближайший детский дом, день открытых дверей. И тут уже вот Миша увидел Вику. Она почему-то, да, мне понравилась Вика. Я говорю, давай-ка возьмем Вику. Да. И тут уже... Валентин тоже, да. Я говорю, ну, давай, если тебе понравилось. Все. Все, оформили, взяли. А третью нашу девочку, и все это происходило где-то промежуток полгода. Быстро, да. Быстро достаточно. А третий ребенок нам просто позвонили и сказали, что малышку оставили. Бабушка умерла, ее бабушка вообще воспитывала, и она умерла. А родители оставили. Да, ее оставили. Лишили их родительские правды. Да, да. С бабушкой она жила, и она одна осталась. Чтобы не отдавать в детский дом. Да. Пока она в детском доме не была, сразу забирайте ее лучше. Да, да, да. И мы уже тут вот полетели в Ростов, ее завтра забрали. Когда мы ее привезли, она ходила, искала бабушку. Ну, все, баба, баба. Баба заходила в каждый там, ну, не знаю, в шкаф заглядывала, за дверь искала бабушку. Но это да, тоже. Без всего она знала только кошку. То есть, видно, у них тоже были животные, и ей было очень комфортно с нашей кошкой. А Вика очень испугалась кошкой. Она никогда в детском доме кошки не видела, вживую. Да. И она, прям у нее истерика случилась. Да, увидев. Да, она... Я как вспомню. В ванной очень боялись. Их же не мог... Ну, у них же были в системе... Я не знаю, как их там мыли. Как их там мыли, да. Ну, она в ванную просто настолько боялись заходить, потому что, ну, что-то такое. И мы, когда приехали, нас уже встречали дети, делали нам бутерброд с чаем. Было очень интересно. Жалко, мы не снимали это дело на видео. Вика взяла бутерброд-други. Смотри, она колбасой. Подняла вот так колбасу, посмотрела. Что это такое? Положила на стол и стала есть просто белый хлеб. Да. Представляете? То есть она не знала, что такое колбаса. Вот у вас сейчас по дому бегает стайка маленьких солнечных девочек. Вот какая радость? Вот как вы это объясняете? Вот для меня это абсолютное принятие. Мое. Меня. Меня любят, когда я сержусь, когда я чем-то недовольна, когда я злюсь, когда мне страшно, они подходят, они тебя обнимают и говорят, я тебя люблю. И вот все это неприятность, оно все уходит. Вот это вот абсолютное принятие, несмотря ни на что. Для меня это что-то нереальное. Я не способна на такое. Когда я в обиде или меня кто-то очень сильно там как-то провоцирует, напрягает, я не готова сказать, что я тебя прощаю, я тебя люблю. Вот. А девочки это могут. Вот я даже сейчас вот думаю, что уже настолько я привык, что много детей в доме, что бывает они вот на те же занятия уезжают на полдня, уже к концу этого дня становится некомфортно. Чувствую, что чего-то не хватает. Но это, оказывается, их не хватает. Их шума, гамма, их голосов. Бывает, мы как-то поссоримся, как-то обидимся друг на друга. И вот Ангелина подходит, она склоняет Мишину голову, мою, и нас... Целую, по-моему. Да. И это такой примирительный момент, что... Не поссоришься. Не поссоришься, потому что, ну, у нас есть то, что нас очень сильно объединяет. Какое будущее у особенных детей? Вот, например, у вашей, из вашей семьи? Знаете, сначала, конечно, это было очень непонятно, странно, страшно, неизвестность. Но мы же мамашки такие, которые не будем сидеть и ждать. И у нас очень сильное сообщество. И сейчас активно развивается программа поддерживающего вот этого проживания, когда дети с особенностями, с ментальными расстройствами, они могут жить отдельно, самостоятельно, под присмотром соцработника. или, например, это какая-то квартира, где есть с физической немощью. И наши дети, которые где-то чего-то там не соображают, не получается у них, но они дополняют человека, который не может с ДЦП, например. И они прекрасно ладят. И такие программы активно сейчас продвигаются. Нашим детям, да, ведь положено жилье предоставлять отдельное. Ну, как правило, к сожалению, это не соблюдается. Всеми правдами и правдами пытаются отказать таким детям выдачи жилья. Либо затягивают очень надолго. Вот в этом, наверное, основная проблема. Поэтому тоже наша миссия не прятать наших детей, а быть везде с ними. И что они социализированы. Мы можем... Показывать, чтобы люди видели, те же чиновники видели, что это не какие-то там дети, которые не могут себя самостоятельно обеспечить. Это вполне полноценные граждане, которые с особенностями развития, скажем так. Это был очень забавный случай. Сейчас пригласили нас на мероприятие. Заявлено, значит, продвижение инклюзии. 50% нормотипичных детей и 50% детей с особенностями развития. И видно, родители, готовя своих детей нормотипичных, сказали, будет все как бы непросто, будут дети инвалиды. И когда мы пришли, мальчик один, ему, наверное, где-то 4-5 лет, он подходил к каждому и спрашивал, ты инвалид? Ты инвалид? То есть он не понимал, что это такое. Он видел детей, но ему очень было важно выяснить, кто же такие инвалиды. И мы замечательно вместе на этой игровой площадке все поиграли, была анимация, были фокусы, были пузыри. Ну, все как всегда, это эти вот игровые программы. наши дети также великолепно участвовали, и не было какой-то разницы с особенностями развития. Все зависит от нас. Ну, опять же, наши дети, да, ходили в обыкновенный детский сад, в обыкновенную группу с обычными семьей. Сначала было страшно родителям. Да. То есть они боялись. Да, в этот момент. Да, да, да. Они шептались с воспитателями. Они шептались, да. Они не к нам подходили, они подходили и говорили, по какому праву эти дети здесь. Насколько агрессивны эти дети. Насколько предсказуемы, что они могут выкинуть. Вот это же тоже важно любому родителю знать, что это за ребенок. Да, у многих почему-то родителей такое впечатление о детях с синдромом Дауна, что они очень агрессивные. Откуда это взялось, непонятно. Потом каждый боится, что ведь хочется, чтобы мой ребенок тянулся за более развитым ребенком, а тот приходит с легкой умственной отсталостью. И чему он может научить моего ребенка? Но потом, вот по прошествии, когда мы все объяснили, был разговор, были собрания. И когда мы уже несколько лет ходили в эту группу, да, выпускная группа, естественно, те дети прекрасно говорят, читающие. Наши этим не могут похвастаться. Но смотрите, как распределились роли наших детей, так как они все равно меньше ростом, телосложением, они их воспринимали как просто они маленькие еще. Они немножко меньше. То есть они все это могут, но они маленькие. И они с удовольствием играли с девочками. В дочке матери. В дочке матери. И вот эта вот роль ребенка. Клали на кровати. И это было просто отец с удовольствием. Как будто, да, принимали. Их можно было пеленать, их можно было одевать, давать сосочку. И вот эта вот игра в семью, ну, я не знаю, это просто настолько замечательно и органично, и все понимали, вот все все понимают. Надо сказать большое спасибо директору этого детского сада, который не побоялась взять наших детей. И в итоге, когда мы выпускались, воспитатели, директор, заведующие, да, за предоставленный им опыт общения с такими детьми. Да. Вас благодарили. Да, да. Поэтому, говорит, вам огромное спасибо. Это именно опыт и для тех детей, которые будут расти, то есть для всех это был очень такой хороший, положительный опыт. Да, я был несколько раз свидетелем, когда я приходил за девочками в садик. Я несколько раз наблюдал, как другие дети помогали им одеваться. То есть без просьбы воспитателя, они сами подходили. И вот мне было очень приятно. Ну, это потому что, ну, настоящее, то есть это не то, что там обязаловка. Настоящие дочки. Да, это настоящее. То есть они их воспринимали как более младших детей. Просто младшие, да. Хотя они по возрасту были их старше на год. Ваши девочки с особенностями, они тоже ходят куда-то в воскресные школы какие-то? Мы пока не ходим, пока не вводим, но они очень любят ходить в храм. То есть они знают, что вести надо там тихо, что не мешаем, что слушаем, что они следят, когда будет время причастия. То есть они потихонечку, они запоминают все эти этапы. То есть они там сидят, ждут, когда выйдет диакон, когда будут оглашать. И с удовольствием они будут причащаться. Они все это знают. Потом все бабушки же их любят там. И каждый пытается дать потом после причастия конфетку или шоколадку. Они это тоже очень... Все знают, что сейчас будет вкусно. Да, да, как бонус. Они все это... Ну, а просфорочка, это же для любого ребенка самое вкусное, что есть на свете, это просфорочка. Они очень любят. И причем они знают, что воскресенье – это день храма, да. Что мы идем к причастию. Вечером мы пытаемся как-то какое-то молитвенное правило выстроить. Они знают. Мы долго учились креститься. Да. Тяжело. Не у всех получается. Не у всех получается. Некоторые уже правильно. Да, да. Что бы вы сказали родителям, которые все еще вот только что получали в роддоме ребенка и находятся еще в состоянии шока, еще сверху уговоры врачей не портить себе жизнь. Да, вы же, наверное, тоже с этим сталкивались. Да, да, да. Как бы вот какие-то слова вы подобрали бы им? Я могу сказать только одно, чтобы не бояться. Это абсолютно обычные дети, ну, с особенностями развития. Если нет других сопутствующих заболеваний, к сожалению, вот у них очень часто бывает порог сердца, тогда с ними вообще никаких проблем. Ну, он оперируемый. Он оперируемый, да. У нас был такой интересный случай. В данном сайте подошла педагог и просит. Обратилась девушка молодая, мать-одиночка, родила ребенка с синдромом и не хочет его оставлять, но не хочет в детский дом, а говорит, нет ли у вас семьи пристроить. Ну, я говорю, давайте координаты. Знаете, а у нас как раз было документы, вы были готовы документы, но там единственная у нас возможность принятия ребенка с двух лет. И мы созваниваемся с этой женщиной. Я говорю, вот ты приезжай, ты посмотришь, как мы живем. Она приехала, и мы вот как бы, ну, негласно так договорились, что она ее до двух лет держит, а потом нам передают. Но, естественно, когда она ее начала ухаживать за ней, кормить грудью, все это, вот начался поток обыкновенный, вот что, материнский, вот все. И все, естественно, и через месяц она уже звонила, никаких мыслей, ну, ей было не очень даже удобно, наверное, засвоить вот такие моменты, что она хотела пристроить ребенка. И действительно все у нее получилось. И она периодически звонит и говорит, мы пошли в сад, а я прекрасно вышла на работу. И все вот складывается. Вот так что вот слава богу, что так вот получилось. Можно немножко вас расспросить про этот прекрасный дом. Я знаю, что он не без приключений, не без неприятных приключений. В конце концов, вы в нем живете, да? Ну, так как Ангелина у нас родилась недоношенной, к сожалению, у нее был очень высокий шанс умереть в очень ранном возрасте. Нам врачи об этом сразу сказали. И, естественно, как православные люди, мы первым делом решили сразу ее покрестить. Пригласили батюшку. Да, мы пригласили батюшку. И он нам сразу, я помню, сказал, вот я почему-то запомнил именно эти слова. Вот говорит, поверьте, она поможет вам решить ваш квартирный вопрос. Тогда потому что он знал все наши перипетии, нас как раз тогда сняли с очереди очередной раз. Вот мы судились с департаментом жилищной политики города Москвы. Пытались остановиться в очереди. Вот. И он знал об этом, и он сказал, вот поверьте мне, с помощью нее, благодаря ей, у вас все будет хорошо. Ну, так все и случилось. И я даже не сомневаюсь ни на минуту, что этот дом у нас появился благодаря нашим детям. Не только Ангелине, но и еще остальным, которых мы взяли под свое крыло. Но это все только благодаря им. Наши дети научили нас, конечно, быть более терпимыми. Я была резкая. И все с особенностями на самом деле. Все мы с особенностями. Все мы разные. И вот это вот понимание, что мир не состоит из двух цветов, а есть полутона и оттенки. Вот она меня тоже научила этому более терпеливо относиться. Возвращаясь к нашим бабушкам, и их тоже наша Ангелина, наши девочки медленно, но верно изменили. Мишина мама стала ходить в храм. Помогла нам решить наш личный вопрос. Дала нам эти деньги, и мы приобрели этот дом. С огромными мытарствами, с неприятными моментами. Когда мы выбирали это место, ну, опять же, как фильтр ставишь, чтобы недалеко от электрички, чтобы было... Да, опять же, еще было условие, мама попросила далеко от него не уезжать. Да, да. Чтобы... Говорит, я могла к вам приехать. В любой момент. Вот у него было такое условие. Поэтому мы стали искать вот в направлении, соответственно, где живет моя мама. Мы люди доверчивые. Внесли залог за другой дом. Нас обманули. Да. Было так. Ну, не такое оно большое, но, тем не менее, было очень неприятно. Было очень неприятно и грустно, да. Что, видя и зная нашу ситуацию, человек пошел на такой обман. Ну, бог ему судья, как говорится. Как-то обсуждалось это с детьми. Вот что подростки... Подростки, вот я представляю себе, что такое для подростка переехать за город. Ну, на самом деле... Вы знаете, для них наоборот, что у меня будет комната. Для них это... У них же ни у кого не было собственной комнаты. Вы понимаете, это же двухкомнатная квартира, где только двухъярусные кровати. Казарма. Казарма. Так и есть. Поэтому дети восприняли очень хорошо. Да. И стали, наоборот, уже фантазировать, мечтать, да, что там у них будет в комнатах, как они обставят. В принципе, они... Так и произошло. Так и произошло. То есть это была такая свобода выбора. Все мечтали. Ну, да. А в процессе покупки дома произошла очень тоже интересная история с нашей старшей дочерью. Вот. Когда мы дом купили, мы поняли, что надо делать очень серьезный ремонт. И наша дочь дала объявление в социальных сетях о том, что... Помощь, помощь. Да. Кто желает помочь многодетной семье с приемными детьми, с особенностями развития, вот, будем очень рады любой помощи. И откликается один молодой человек. Вот. И предлагает свою помощь. Да. Впоследствии это зятем нашел. Вот. Ну, а так как... Кому что? Да. Так как мы не... В тот день не смогли поехать на встречу, мы говорим, Настя, слушай, съезди. Там дяденька какой-то. А мы даже знали, кто это. Думали, что это уже такой взрослый человек. Ну, она поехала. И через полгода они поженились. Да. Вот так, представляете, все произошло. Дом получается. Вот. Таким образом повлиял на судьбу нашей старшей дочери. И, кстати, да, мы, когда затеяли ремонт, на момент ремонта наш будущий зять, а потом уже настоящий зять, вот, предложил нам пожить в его доме, в Саградном. У него как раз был дом. Господь не оставлял, да? Не оставлял, абсолютно. Без дома нет. И, соответственно, видя, что дело все затягивается, Настя говорит, слушайте, давайте-ка я вам напишу, попробуем в передачу дачный ответ. Вдруг они вам помогут. Ну, все бывает. Она написала. Они буквально в следующий день откликнулись. Представляете? Говорит, нас очень заинтересовала ваша семья. Мы берем вашу работу. Там сделали такую красоту. Вот эта красота, да? Да. Это красота. Результат. Да. Мы очень открытые люди, и мы готовы принимать людей, гостей, чтобы показать, как мы живем, поделиться своим опытом, рассказать о себе. Потому что не хочется, чтобы люди делали какие-то очень страшные вещи, ошибки, оставлять детей. Опять же, все, если после нашего интервью хотя бы одного ребеночка не оставят... Нет, оставить это еще не страшный грех. Аборт. Аборт это вообще... Вообще недопустимо. Да. Но если вот очень хочется... Хорошо, что наши родители, наши детей не делали аборт. Да, да. То есть они родили и оставили. А могли бы... Потому что, я так понимаю, некоторые из них знали заранее уже, в отличие от нас, что у них будет такой ребенок. Но тем не менее, они хотя бы родили, дали жизнь. Поэтому я на них абсолютно не в обиде и не осуждаю. Это их выбор. Кто такие осуждаете? Может быть, кто-то сомневается или какие-то вопросы. Я говорю, вот хорошо бы можно было приходить и общаться, посмотреть, как мы живем. на вопросы. Да, да. Мы ответим. Провести с нами один день и что наши дети... Посмотреть, как мы живем, как дети общаются между собой. Какие они вообще в жизни. Поэтому... Когда мы взяли Лизу, девочка-волонтер обратилась, вы не хотите, чтобы я посидела, поиграла с ребенком, с вашим. Я говорю, с удовольствием. Мы вообще никогда не отказываемся от помощи. Это очень важно. Чтобы не выгореть, чтобы не хватило сил все это донести, нужна помощь. И с удовольствием, пожалуйста, девочка пришла. Это тоже важный совет, да? Не отказываться никогда от помощи. Никогда от помощи. Вот принимать... Не геройство. Не геройство, абсолютно. Абсолютно. Девочка пришла, поиграла. Она была с Лизой буквально час. Я там какие-то дела сделала. Все здорово. И девочка пропала. Больше ее не было. Прошло вот сейчас пять лет, и она мне пишет, найдя меня, видно, в соцсетях. Она говорит, вот я такая-то, такая-то. Я даже, ну, как-то сразу не вспомнила. Она говорит, вы знаете, а у меня родился ребенок, первый ребенок синдром Дауна. Но вспомнив, вот что я была час с вашим ребенком, с вашей Лизой, мне не было страшно. Потрясающе. Хотя родители в шоке, муж в шоке, все, все рухнуло, оставляй, ты молодая, родишь себе еще. Ведь стандартные фразы. Но мне это не нужно. Я знаю, что я уже держала этого ребенка на руках с синдромом. И это хороший, обычный ребенок, который тоже ждет любви. И у меня, говорит, вообще даже не было никаких мыслей отказаться. Вот для меня эта история невероятная. Да, какая-то божественная история репетиции. Действительно, да. Именно репетиции. Говорю, эта девочка прибежала на час ко мне, и все, больше она не приходила. Оказывается, вот так же не сложилась. Но ей было достаточно, чтобы уже запомнить. Она запомнила, да. Чтобы не было вот этого страха. И уже она это восприняла спокойно. А ведь это то, что у нас... Это ограничение. Страх, это, конечно, ограничение наше. Скажите, вот оглядываясь назад, вот на все эти, в общем, очень непростое ваше счастье, которое сейчас вот такое вот в полноте своей пребывает. За что хочется поблагодарить? Мы же знаем, что счастье, наверное, это в большой степени благодарность. Вот за что Бога хочется поблагодарить? Ну, во-первых, за то, что Он свел нас. Так оказалось. Что мы вместе, да. Вот. Ну, за все. Сколько лет вы вместе? Вот с 95-го года. Мы в 95-м году. Ну. Сколько это? Нет, вместе мы с первого курса. Дружим. Нет, я не в доме. А вообще, да, официально в браке с 95-го года. С января 95-го года. Вот. 26 лет. С лишним уже. С лишним. А вам, Валентин, вот можно задать тоже этот вопрос? Вот за что хочется сказать спасибо? И может быть, особенно? Абсолютно за все. Вы знаете, абсолютно за все. Вот. Да, были ошибки. Было что-то неправильное. Но Господь вот вел всегда. Видимо, всему свое время. Да, всему свое время. И старшие дети, и у нас был разговор с Настасьей, с Степаном. Мне жалко, что вы не вкусили все прелести жизни на земле, в большом доме. А они говорят, мама, мы не чувствовали, что нам было тесно, когда мы были маленькие, что чего-то нам не хватало. У нас было всегда хорошо. Ну, не да. Дома-то они не были. На каких-то занятиях постоянно туда-сюда. Мы их всегда ждали, любили, выслушивали. То есть у нас это четко. Вечером приходит, мы садимся, и каждый делится, как прошел день. Как, что какие-то переживания, какие-то проблемы, что-то какие-то там несостыковки. И совместно хочется решить это, помочь. Я всегда поддерживаю своего ребенка. И я верю, что он говорит, как бы его позицию. Конечно, наверное, что-то он как-то со своей стороны что-то рассказывает, как он это чувствует. Но я только на стороне ребенка. И я прислушиваюсь и уже пытаюсь как-то это разрулить, пытаюсь как-то это сгладить, как-то это решить проблему, чтобы было комфортно, хорошо, здорово. разговор с семьей Михайловых получился по сути о том, как совершенная любовь, по слову апостола, изгоняет страх. Хочется учиться такому доверию Богу и взаимоподдержке. С вами была Анна Леонтьева, программа «Преодоление». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова